В Кургане задержан подозреваемый Привет герою! В Курганском лицее для одаренных детей прошел необычный флешмоб ко дню космонавтики. Больше ста детей встали в цифровую комбинацию 108 на 60. Это 108 гагаринских минут, проведенных в космосе. А цифра 60 означает количество лет со дня первого полета Юрия Гагарина. Таким образом, лицеисты почтили память человека, который стал автором великого события мирового масштаба. Все действия запечатлели с высоты птичьего полета. Весной, когда сходит снег и протаивает верхний слой почвы, на дорогах появляются ямы и выбоины. Это осложняет аварийную обстановку и становится причиной дорожных происшествий. Ситуацию контролирует госавтоинспекция. Она составляет протоколы на ответственных за содержание дорог. Только за первый квартал этого года сотрудники ГИБДД выдали 77 предписаний. По фактам нарушений правил ремонта и содержания автодорог возбуждено 13 административных дел. По решению суда наложено штрафов на общую сумму 300 тысяч рублей. Так, на улице Гвардейская, от улицы Матросова до улицы Панфилова, на перекрестке улиц Блюхера и Карломаркса выбоины вдвое больше допустимых. На городминистрацию должностных лиц составлены протоколы, они направлены в мировой суд. За три месяца в Кургане произошло 61 дорожно-транспортное происшествие, при оформлении которых были выявлены недостатки состояния улично-дорожной сети. В Кургане во время весеннего половодия 2021 года шоссе Тюнина может избежать подтопления. Обычно его начинают заливать при уровне воды в Тоболе чуть более 7 метров. Последним крупным наводнением в регионе был Паводок 2016 года, когда уровень воды достиг 806 сантиметров. В 2021 году, по прогнозам специалистов, вода в Тоболе у Кургана поднимется примерно до 630 сантиметров, пик вероятен 2-5 мая. В целом, в реках региона подъем воды ожидается меньше среднемноголетних значений и максимальных отметок не достигнет. В соседнем Казахстане готовы принять весь объем талых вод и сбросов не планируют. Пока подъем воды идет в зауральских реках Миас и Сеть, а вот в Тоболе вода пошла на спад. По данным на 6 апреля, уровень воды в Тоболе у Кургана составляет минус 8 сантиметров. При таком развитии событий шоссе Тюнина не затопит и жители ряда районов не будут отрезаны от областного центра. В Кургане объявились фальшивомонетчики, пятеро молодых людей. Приятели сбывали поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Установлено, что в конце марта они по интернету заказали 10 таких банкнот. Получив посылку, приятели ходили по мелкорозничным магазинам областного центра. Там они покупали недорогой товар, либо разменивали фальшивки взамен, получая настоящие деньги. По фактам хранения, перевозки и сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела. Поддельникам грозит до 8 лет, один из них задержан, остальные под подпиской о невыезде. В Кургане состоялся 12-й конкурс «Агитбригад» Федерации профсоюзов Курганской области. 18 команд из разных уголков Заурали рассказали в жанре «Агитбригады» о профсоюзах и их возможностях. Рабочие мотивировали к вступлению в самую массовую общественную организацию. Председатель Федерации профсоюзов региона Вячеслав Савин отметил, что заметно вырос артистизм «Агитбригад». У творческих сотрудников появились новые оригинальные сценарии. Жанр «Собственные» – это слияние песни, танца, театра, миниатюр. Команды активно использовали видео, световые и звуковые эффекты, раскрывая все новые грани в профсоюзной теме. Они получили награды в различных номинациях за музыкальность, меткую сатиру и юмор, гимн рабочей профессии и прочее. Курганцы отметили крайне низкое качество ремонта набережной. Глава города Андрей Потапов написал на своей странице в соцсети ВКонтакте, что критика горожан справедлива. Подрядчик должен устранить все выявленные недостатки, отметили в город-администрации. На Кировском пляже и Бабьих песках на время паводка демонтируют лежаки и навесы. Это сделают для того, чтобы сохранить их во время разлива Табола. Облагородят в этом году набережную на бульваре Солнечном протяженностью 1 километр. Там сделают дорогу, 4 спуска к реке, освещение и благоустройство. Ночью 4 апреля в Кургане произошел крупный пожар. В 3.47 поступило сообщение о том, что горит пилорама на улице Промышленная, 21. Больба с огнем шла до утра, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В 4.55 пожар на площади 800 квадратных метров удалось локализовать. В 5.33 ликвидировать открытое горение. Пожарным удалось пресечь распространение огня на пиломатериалы, хранящиеся на территории. Кроме того, они отстояли от пламени автомобиль МАН, припаркованный рядом с пылающим цехом. Всего в ликвидации пожара были задействованы 47 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники. 24-летнему парню из Шадринска грозит пожизненный срок за наркотики. Силовики задержали молодого человека с полкило скорости. В его автомобиле полицейские обнаружили куртку, дурман был в ее кармане. Кристаллический порошок находился в полиэтиленовом пакете. По месту жительства Шадринса оперативники нашли еще 10 свертков из фольги с синтетикой около 15 граммов. Установлено, что наркотики злоумышленник приобрел бесконтактным способом для последующего сбыта. Он взял их через тайниковую закладку, расположенную в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый задержанный может уже никогда не выйти на свободу. Две женщины, представившись соцработниками, украли у 94-летней бабушки полмиллиона рублей. Они пришли к ней и сказали, что проходит акция, пенсионерам оказывают любую физическую помощь бесплатно. Одна гостья пошла с пенсионеркой на кухню и пыталась отвлечь ее, разъясняя условия акции. Другая направилась в комнату, где обнаружила в серванте пять кошельков с деньгами. Затем они без объяснений покинули квартиру, а потерпевшая обнаружила пропажу лишь через день. Подозреваемые были задержаны спустя месяц в Удмуртской республике. Установлено, что женщины со своим знакомым на его машине колесили по стране и искали, где поживиться. При обследовании автомобиля оперативники изъяли все похищенные денежные средства. Возбуждено дело о краже пострадавших от действий гастролеров, просят обратиться в полицию. В Кургане увеличат стоимость бесплатного горячего питания учащихся первых-четвертых классов. Оно будет более витаминизированным с учетом потребностей детского организма. В рацион младших школьников дополнительно включат фрукты и соки. Сейчас на питание учеников первого-четвертого классов выделяется 71 рубль в день на каждого ребенка. По решению Госдумы эта сумма увеличена до 81 рубля. Питание младших школьников финансируется за счет федерального, областного и городского бюджетов. Родителям платить не нужно, все ученики младших классов получают питание бесплатно. Неприятности случаются в самый неподходящий момент. Отличные наличные выручают в любой ситуации. Ставка 0% на 7 дней. Сколько взял, столько и отдал. И ваши проблемы решены. Субтитры создавал DimaTorzok Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.